Всем привет! Кардиологи обнаружили связь между депрессией и сердечным приступом. Технология выращивания кристаллов помогла создать уникальный лазер для лечения глаз. А в Казани обсудили проблемы сохранения объектов архитектурного наследия. Подробности далее в программе новости науки Саралины Киряевой. Итак, в мире. В мире. Специалисты из Каролинского института выяснили, что люди, имеющие серьезные проблемы с сердцем, сильнее переживают стресс, боли, склонны к депрессии и истощению, поскольку их сердца обладают меньшей сопротивляемостью, чем сердца здоровых людей. В то же время замечено, что пациенты, перенесшие сердечный приступ, склонны уклоняться от лечения депрессии, они отказываются принимать антидепрессанты, да и врачи не воспринимают их состояние достаточно серьезным. Современному человеку приходится постоянно бороться со стрессом. Одна из причин такого положения заключается в том, что люди стараются постоянно находиться на связи и не могут расслабиться и отдохнуть. А в России группа ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова и Белорусского национального технического университета был разработан макет нового высокоэффективного лазера с полупровняковой накачкой, который может использоваться в офтальмологии, коммуникационных системах и дальнометрии. Разработка такого лазера стала возможной благодаря тому, что коллектив ученых создал лабораторную технологию выращивания монокристаллов с заданными свойствами. Полученные монокристаллы обладают рекордной теплопроводностью, высокой термохимической стабильностью и механической прочностью, что позволило создать на их основе инновационный лазер, безопасный для зрения. И в заключении в Татарстане в Международный день памятников и исторических мест состоялось открытие 4-й международной научно-практической конференции «Культурное наследие в 21 веке. Сохранение, использование, популяризация», посвященное 50-летию архитектурного образования в Татарстане. На конференции обсуждались проблемы изучения, сохранения и популяризации, реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия. Также шла речь об актуальных проблемах архитектурного и архитектурно-реставрационного образования в России и Татарстане. Мероприятие проводилось на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета при содействии Министерства культуры Республики Татарстан. А на этом все.